Иркутяне почти неделю ждут получения пенсии и посылок из-за некорректной работы одного из отделений Почты России. Это не первый сбой в работе ведомства. Заводились даже уголовные дела. Какая же причина кроется за задержками на этот раз, узнаете из материала Александра Якубчик. Иркутянка Екатерина уже два года получает пенсию по потере кормильца. Сумма небольшая, но на минимальные потребности матери двоих детей хватает. Сначала доставку пособия осуществляла одна компания, но с 1 мая 2023 года вступил в силу закон, который гласит, что выплачивать пенсии наличными могут только сотрудники Почты России. И начались задержки. Вот как только Почта России занялась пенсией, так и пошли проблемы вот эти вот. У нас получается с 8 числа по нашему району все начинают получать пенсию. Я отпрашиваю с работы, чтобы встретить почтальона. Почтальона нету. Мы созваниваемся самим конкретно с почтальоном. Он мне говорит, некому насчитывать вам пенсию. Пенсии сегодня не будет. По этой же причине в этом отделении не выдают и посылки. Получатели ждут еще с прошлой недели. Например, Владимир с женой не может забрать заказанную деталь для стиральной машины. Если ее не получить сегодня, она отправится обратно к адресату. Приезжали в субботу в рабочие часы. Почта закрыта. Дозвониться, получить какую-то информацию невозможно. Мы достучались с черного хода. Парень сказал, что девочки решили закрыться и разъехаться по домам. Сегодня отпросился с работы, приехал специально для того, чтобы получить уже в конце концов. Опять закрыто. Об этом говорит и объявление, размещенное внутри отделения. Причины, указанные в нем, по словам пресс-службы организации, обычно устраняются через несколько часов. Возможно, это совпадение. Но после нашего обращения в ведомство почта частично заработала. Пока выдают письма и пенсии. А вот тем, кто ожидает получения посылок, рекомендуют зайти позже. Подобный случай в практике Почты России не первый. В марте в одном из иркутских отделений пропали пенсии. В их хищении подозревают сотрудников. А годом ранее, в сентябре, мы рассказывали о задержке выплат в Ангарске и Братске. При этом в ведомстве дефицит кадров опровергают. В Иркутске штат сотрудников Почты России сейчас укомплектован на 84%. Но мы всегда готовы принять на свободные вакансии операторов, начальников и заместителей почтовых отделений. Почтальонов и других специалистов. Средняя заработная плата при полной ставке составляет для оператора 34 900 рублей. А для почтальона 37 600. Эти цифры соответствуют данным на онлайн-платформах для поиска работы. Видно, что, например, оператор по работе с клиентами получает от 30 до 44 тысяч рублей без вычета налога. Но могут ли зарплаты влиять на количество работников? И как скоро это отделение заработает полноценно и своевременно вновь – вопрос времени. Александр Якубчик, Андрей Назаров. Новости по будням.